В интернете огромное количество рецептов приготовления ферментированного чая из листьев и цветов различных растений. В этом видео я покажу вам мой способ приготовления ферментированного гранулированного чая, максимально рационализированный, который позволяет вам за 5 дней приготовить готовый ароматный тёмный чай. Этот способ я разбила на 5 этапов. Каждый этап последовательно я покажу в этом видео. Опустила я только первый самый этап, это сбор сырья. Если вам это интересно, напишите в комментариях, я посвящу этому отдельное видео. Итак, давайте посмотрим, как можно приготовить чай из любых растений. Привет, друзья! Вы на канале Домик Ольга Сердюк. И сегодня я вам расскажу, как я заготавливаю чаи из листьев плодовых и ягодных культур. Сегодня я собрала вишнёвый лист, клубничный лист, малиновый лист и мяту. Листики, оборванные от стеблей, были уложены в банки. И они у меня стояли сначала час на солнце, потом стояли в тени несколько часов, часов 5. То есть в банках они у меня прошли вяленее. Смотрите, лист вялый, то есть он не хрустит, всё как положено. Он прекрасно завял в банке, совсем не обязательно его раскладывать на каких-то там поддонах, в тряпочке. Посмотрите, видите, то есть если его сжать, то он уже, в общем-то, эластичность потерял свою. Тем более малиновый лист совсем завял. Мята вообще вянет очень быстро. Так что самый сложный в этом плане вишнёвый лист. Он у меня на солнце стоял 2 часа, даже вот в одном месте, видите, слегка прижарился так немножко. Но он абсолютно вялый, это видно. Вот видно, что лист уже совсем вялый. И сейчас следующий этап. Сейчас я перекладываю в целлофановые кульки и убираю на сутки в морозилку. Что я буду с ними делать дальше, я вам расскажу. Ну вот, продолжаем. На следующий день прошли сутки приготовления нашего ферментированного чая из листьев. Я достала, изморозила, достала два пакета с листьями, приготовила мясорубку. И я поясню. Сейчас мы будем приготавливать гранулированный ферментированный чай. В чём суть? Поскольку мы хотим избежать механической работы. С моей точки зрения, самое сложное в приготовлении чая, это вот это скатывание листьев. Что только люди не придумывают, чтобы его избежать. На самом деле, всё очень просто. Мы пойдём по пути механизации. Потому что, когда я делала чаи при помощи скручивания, я вам сразу скажу, это вообще очень долго. Раз. Во-вторых, это непросто. И руки потом болят. И руки чёрные все от этой травы. Это два. Чтобы сделать это качественно, это действительно надо очень долго, нудно и крутить каждый листик. А принцип здесь, собственно, какой? Нам нужно нарушить растительную клетку. То есть, чтобы из неё стала выходить жидкость. В данном случае мы этого добиваемся. Первое. Замораживание. То есть, что происходит? При глубокой заморозке, морозилке, жидкость, содержащаяся в клетке растения, в клетке листа, она разбухает. Вы знаете, как лёд увеличивается в объёме. И она, эта жидкость в замороженном виде, разрывает клетку. То есть, то, чего мы добивали скручиванием в обычном, так сказать, старом способе, здесь мы добиваемся замораживанием. То есть, клетки у нас уже полопались. И сейчас, даже не размораживая полностью наши листья, мы начнём их перекручивать. Я приготовила пластиковую чашку. Приготовьте что-то неметаллическое, либо эмалированное, либо стекло, либо пластик. Раскрываю пакет и прямо, не размораживая, лист начинаем перекручивать. Начну я с вишнёвого листа. То есть, комки льда тут не образовались, потому что лист сухой. Лист я не мою. Приступаем к перекручиванию. По возможности, мы не будем пользоваться толкателем. То есть, только если лист совсем не идёт, потому что это позволит нам сделать более воздушные гранулы. И я начинаю, поскольку будет шумно, я не буду больше пока ничего комментировать. Ну вот, с вишнёвым листом мы закончили. Что будет происходить далее? Я сейчас, видите, да, это объём, который лист у меня был, трёхлитровая банка. Вот сейчас, что у нас получилось, осталось, скажем так. И теперь мы его будем закладывать на ферментацию. Запах потрясающий. А я сейчас перекручу клубничный лист. Всё то же самое. То есть, я его выкладываю в чашечку и начинаю перекручивать. Вот такой лист после заморозки. То есть, можно видеть, насколько он мягкий. Напомню, что у нас эти листья прошли завяливание в банке. Ни на какой там, ни на тряпочке и так далее. Вот. Листья промёрзшие все. То есть, клетка в них лопнула. И лист совершенно вот как тряпочка. Приступим к переработке клубничного листа. Я не чищу нож. Смысла нет. Чаи потом будут смешиваться. Поэтому не вижу в этом смысла что-то очищать. Получится небольшая примесь вишнёвого листа в клубничном. Прекрасно. КОНЕЦ смотрите какая прелесть ароматная такая такие как катышки я оставлю на ферментации прямо в этих чашках чуть-чуть разравниваю это дело приминаю слегка вот таким образом накрываю тарелочкой то же самое чуть-чуть разровняем очень сочная масса у нас получилось накрыли сюда отправим малиновый лист так достаю малиновый лист уже не буду вас этим процессом утомлять у меня еще на очереди малины и мяты потом я вам покажу все что происходит дальше периодически я буду открывать смотреть как идет процесс ферментации так друзья пришло время приступить к просушки нашего чая судя по запаху который у меня сейчас в помещении все готово сушить я буду на поддонах для пастилы сушилки понятно что если у вас есть мелкая сеточка у меня вот такие стандартные поддоны сушилка ветерок сквозь это будет сыпаться будут перемешиваться разные сорта опять же будет сушилки грязь я думаю вот это количество пойдет аккуратно на два поддона что касается поддонов для пастилы это займет ненамного больше времени проверенная на них постоянно сушу зелень так что зелень прекрасно высыхают никаких проблем с этим я не наблюдаю и так раскладываем наши гранулы ферментированные равномерно по поддонам сейчас мне нужно будет подписать еще таблички чтобы не перепутать потом где какой чай я буду смеси делать уже из готового чая пробовать в разных пропорциях все вместе я перемешивать сразу не хочу тем более что я буду делать еще че из других ингредиентов и потом уже составлять из них какие-то бленды по вкусу по настроению и так когда у меня поддон готов кладу его в решетку и приступаю к следующей это очень удобно вообще в целом кучей разных вариаций используем это берем коробки из-под чая из-под кофе и режем на такие вот квадратики я на них списке делал пишу что не забыть подписываю всякие вот заморозки и так далее так клубника пошел второй поддон видите какие симпатичные гранулы у нас получились запах необыкновенный сырье не сухое кстати хочу вам сказать когда ферментация идет правильно вот у меня гранулы сейчас все прям такие не горячие конечно но они однозначно температура выше чем окружающей среды то есть это говорит о том что там активно работают бактерии которые отвечают собственно за ферментацию сырья вишня смотрим прекрасно выглядит наше лишнее чудесно пахнет также и сейчас делю напополам выкладываю видите да для чего я приготовила таблички что потом вы не отличите где у вас вишня где у вас клубника но если у вас конечно обоняние как у профессионального сомелье возможно вы сможете по запаху отличить но я думаю что просто по запаху так ферментированное сырье довольно сложно будет отличить так что подписывайте если не хотите перепутать сушить будем при самой низкой температуре при 40 градусах первый заход у нас будет ориентировочно два часа потом мы дадим сырью немного отдохнуть посмотрим на его состояние и при необходимости досушим до готовности можете сушить на сетке если у вас нет сушилки на чем вы сушите обычно фрукты травы раскладывайте кладите полутень но следите потому что сырье влажно может заплесневеть может закиснуть если влажность воздуха высокая так что сушилка оптимальный вариант можно еще в духовке если у вас духовка регулирует температуру с приоткрытой дверцей на противне расстелите бумагу для выпечки и не сушить и циклами все сразу у меня не поместятся я сейчас разложу малину ее поменьше вот мяты у меня очень много и в один поддон она конечно не поместится поэтому буду частями согласитесь уже это выглядит прям дорогой чай для здоровья обошлись мы без скручиваний долгих довольно быстро все перекрутили на мясорубке откручивание вот могу вам показать с прошлого чая вот эта мозоль на пальце это я крутила вишневый лист когда делала предыдущий чай мне что-то лень было доставать мясорубку я решила это посижу отдохнуть типа покручу душистые листики покрутила так что вот уже неделю мозоль проходит сейчас посмотрим сколько у меня пойдет мясо запах очень сильный часть сейчас выложу часть прям жвачка представляете как пахнет когда работает сушилка это во всем доме такой аромат стоит вот при простой сушке листа да вы никогда не добьетесь без ферментации вот такого потрясающего цвета вот если бы вы не знали вот кто скажет что это мята вот такой вот цвет дает мята при ферментации вот листик кстати посмотрите листик не до ферментировался и он зеленый крути не крути вот такого вот эффекта не добьешься потом я вам покажу и конечный результат и с вами подегустируем чай ну вот наше сырье высохло смотрите какие у нас получились гранулы аромат вы себе не представляется это вот у нас клубника вот так выглядит вишня так два поддона у нас лишние тоже сушеная видите какие гранулы получились так вот так выглядит у нас малина и вот так выглядит мята я приготовила баночки чистые баночки у меня такие вот с широким горлышком и сейчас я в эти баночки буду пересыпать наш готовый чай воспользуюсь большой чашкой и буду с поддона так просто удобнее будет всыпать сначала в чашку а из нее уже перекладывать в баночку спросите почему такие большие банки это витровые банки ну потому что это не последняя заготовка сырья это только начало я продолжу это еще делать в июне в июле впереди длинная зима весна со витаминозом так что че будут все время нужны тем более что я буду делиться с детьми дети очень любят че дедушка наш пожилой тоже очень уважает это дело то есть вот так я буду складывать в баночку затем кусочек пергаментной бумаги я использую крышки которые уже были у меня на соленьях то есть наверное уже где-то нарушена герметичность по второму раза я их использовать для закруток не буду они как раз пойдут у меня ночей плотно не закрываю так вот крышечку прикручивают и хранить будем в темном месте без доступа солнечного света вот такой чай у нас получается рекомендую вам по той технологии по которой делаю я как вы видели это совсем не сложно сушилась у меня это все два приема то есть это было не очень быстро первый раз где-то 10 часов посушилась я посмотрела сырье было еще сыроватая вот и я еще досушил дополнительно то есть вот до такого вот сухого сыпучего состояния тигранулы не рассыпаются по звуку можете слышать что это такое сухое сырье у нас впереди еще весь июль так что чай я буду заготавливать много еще постараюсь собрать липовый цвет добавить для аромата в этот чай еще лепестки цветов то есть впереди еще работы много буду вам снимать другие составы чаев потом покажу вам сниму дегустацию делайте пользуйтесь это природное сырье богом нам дано нашей природы богатый это такой кладезь здоровья не говоря уже о том насколько это вкусно пахнет полезно вот обратите внимание пожалуйста на мяту да то есть если вы просто послушайте мятный лист он будет зеленый а при ферментации получается вот такой черный насыщенный чай малины меньше всего получилось потому что она сейчас самым цвету мне не хотелось ее лишать листьев основной сбор малины у меня будет где-то конец июня начало июля когда уже будет созревать ягода и можно будет спокойно собрать с молодых побегов с этого года листики и добавить сюда еще сырье ну вот собственно что у нас получилось сейчас я вам покажу конечный наш продукт вот смотрите баночки это вишня клубника мята и малина вот такой замечательный чай аромат великолепный стоит на кухне ну что друзья пришел момент провести дегустацию и заварить чай и так мы возьмем ложечку малины вишни клубники я беру без горки мяту вода у нас вскипела остыла до 80 градусов и закрываем даем нашему чаю настояться минут пять десять ну что вам интересен результат давайте посмотрим что за чай у нас получился смотрите какой красивый цвет насыщенный аромат потрясающий готовьте травяные чаи и будьте здоровы миру и добра вам всем на этом все друзья мои пока пока вы были на канале домик ольга сердюк до новых встреч а вкусняшка м м м Субтитры создавал DimaTorzok